Ай, какая-то ночь, сегодня тихо. Да, овцы и бары, как-то прийти, все так, как всегда. Да, верно, ты принветил. Мы барына зарежем сейчас, пойдем, подкрепимся и будем отдыхать. Я хочу слышать продолжение истории нашего народа. Слушай, ты самый меч среди нас, но такой нетерпеливый, всему свое время. Но мы остановились вчера на самом интересном месте, где закончил рассказы, те обещания, которые Господь давал нашему израильскому народу. Да, все эти обетования давались нам, в результате, чтобы мы не забывали нашего Бога и его любить к нам. Но наш народ забывает о том, что Он сделал нам. Но Писание говорит о том, что Он послал Своя Сына, чтобы дать надежду на спасение. Да, Писание говорит, что Господь пошлет и сил, чтобы спасти нас. Как же Он даст нам эту спасение? Ну, мы должны ждать. Наши прадеды, деды и отцы тоже ждали. Но я думаю, что скоро Он придет, чтобы вызвать нас и Рим, и этих. О, как бы это было хорошо. У тебя, мой, везде его нам послет. О, что это такое? Что это свит? Ничего не могу верить. Не бойтесь, я восхищаю вам великую радость, в которой вы есть всем людям. И в водыне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Покориес Христос Господь. Покориес Христос Господь 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 Увидя все века, он знает все сердца. Земля и небеса, а он на сердцах встал у мамы на руках. Аллилуйя, Аллилуйя, Любовь отца с небеса шла, чтоб мир спасти. Аллилуйя, Аллилуйя, Божий сын стал слугой, чтоб с вами быть. Стас с мамой, Божий, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Здесь с мамой, Божий, Аллилуйя. Здесь с мамой, Божий. Иисус Христос, рождён для всех людей, 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 Но это все значило Пойдем в Эфиле и посмотрим, что нам ангелы развестили Да, давайте пойдем посмотрим О, Мария, как я рад Слава Богу отцов нашего Авраама и Санта Якоба Что Он дал нам этот хлеб, и мы не останемся на улице, как многие из пришедших на грех Да, Иосиф, город так переполнил Я даже не могла себе представить, что у нас будет Кришна над головой Но Слава Всевышнему А самое прекрасное то, что наш младенец рожден Не подумать только, он рожден в городе, где был рожден царь Давид, братец нашего младенца В Евгении город царь Давида Из списка этого города будет написано имя нашего сына Ничего, что первой колыбельной стал этот хлеб Из-за такого множества народа, несчастного на перепись, могло и не быть этого С миром С миром, проходите Какой ангел, что он вам сказал? Да мы были устать своих, как вдруг Явился нам ангел Божий И сказал нам, что родился младенец Мы пришли сюда, чтобы посмотреть его А потом много ангелов было Начали петь и славить Всевышнего Да будет прославлено имя Бога нашего Такой голос уверен вы и ваше драгоценное дитя А в это время на Востоке загорелась огромная До сих пор невидимая звезда Она была такой огромной и яркой Что ее нельзя было не заметить Эту звезду заметили и звездочеты Или как называли их на Востоке волвы Они уже многие годы изучали свои свитки И изучали звезды И поняли, что это непростая звезда Она возвещала о рождении нового царя И не просто царя Но великого царя Многие годы изучали эти звезд Я думаю, это не напрасно Да, повлия эти звезды Говорит он, что родился необыкновенный царь Я тоже так думаю, но что нам делать дальше? Да я думаю, неплохо, если мы пойдем Поклонимся этому царю Но куда он идти? Где найти его? Да, а то вопрос на нас Я думаю, если звезда вошла на Восток Значит, идти на Восток надо Да, ты прав Ну тогда мы должны отправиться поскорее Что, два недельки хватит туда сходить? Ну нет, я думаю, за одну мы должны прийти туда Я тоже так думаю, не знаю, как долго Или как далеко нам идти Договорились Одну неделю хватит Знаете, если мы идем царю, чтобы поклониться Мы должны принести ей дары Это очень хорошо, но что мы ему подарим? У меня есть такой кусок золота Я думаю, это неплохой подарок У меня есть ладон, это тоже неплохо Ну и прекрасно, тогда я тоже подарусь мирно Ладно, пойдем Вместе с тремя мудрецами На поклонение стал собираться И персидский ученый-мудрец Артабан Он продал богатый дом в столице И на вырученные деньги Купил три драгоценные камня Сорфир, рубин и жерчук Громадной цены были эти камни Целое состояние было заплачено за них Но и красота их была на редкость Один сиял, как частица неба В ясную звездную ночь Другой горел ярче пурпуровой горы При восходе солнца А третий сиянием своим Превосходил белизну снежной горы Все это вместе с сердцем Полным, самой горячей любви Думал Артабан сложить у ног Рожденного царя В последний раз собрал он В своем бывшем доме Знакомых и друзей Простился с ними И отправился в путь Так прекрасно, друзья Мы встретились раньше, чем хотели Это хорошо Да, как хорошо Но надо торопиться Потому что путь далекий, неизвестный Да, да, ты прав Мы не можем опоздать Поклониться царю Артабан, что за такой грустно смотрите? Отчевидно, его руки пусты И он еще не решил, чтобы поднести царю Не грусти, Артабан Твой язык так кричит Слово сказано тобой При встрече В церкви все наши подарки Да не смейся на них Так, что же ты скажешь о своем даре, Артабан? Нам не терпится Мой дар может быть намного скромнее ваших Но это все, что я смог И для того, чтобы купить эти три ценные камня Мне пришлось продать все свое имущество Да хорошо ты поступил Нет, нет, друзья У меня и день Савдей не провыкнуло Эта встреча перемеет всю мою жизнь И ничего Эта встреча перемеет всю мою жизнь И мне совсем не нужно, с чем я только что расстался Разве это может сравниться с моим прекрасным будущим? Это самое великолепное Вытянуло в царя Кажется, чей-то голос Скорее 100 Да, это 100 Пойдем посмотрим Продолжение следует... Продолжение следует...